А чего далеко ходить вспоминать, какая ситуация в моей жизни? Разные были ситуации в моей жизни. Но сегодня ситуация меня потрясла. Я из телевизора узнал, показали бабушку, которая продала квартиру свою. И один миллион рублей, там не важно, за два или три она продала. Она сказала, я буду в доме престарелых лучше. И миллион рублей она отдала детскому дому, где вот детишки, причем они с аномалией и так далее. Я думаю, елки-палки, вот нормальный человек, нормальная женщина. А сколько тогда, а ведь, а сколько добра такого плана могли бы все эти олигархи, все эти зажратые бизнесмены, все, я не знаю, чиновники сделать. И чертова от них не дождешься. А если они что-то сделают, так об этом так растрещат, так растрезвонят по всем каналам, будут показывать, какие они молодцы. А это вот женщина сделала, и про нее один канал показал. Может, все каналы, я не знаю, наверное, дай бог. Но я вот сегодня, я уверен, что это на всю жизнь, и это мне какой-то урок. Я думаю, елки-палки, а с пенсией может... Я и так отчисляю, когда там, видишь, там ребенку то-то, то-то перечислить, там, наберите добро, там, на четыре цифры. Я регулярно, у меня и члены семьи, и дочка приемная, и жена. Все мы отсылаем. И они в порядке фастастого говорят. Но это котам, ладно, два раза набрал, три раза набрал, по 40 рублей, по 100 рублей. Но это бах, миллион туда. Это здорово, это здорово. Вот это вселяет, что она подаст пример другим людям, молодежи, которые будут елки-палки. Есть нормальные люди. Надо делать в стране, надо помогать. Не все ждать пока там указом сверху. Продолжение следует...